Приветствую всех друзья! Сегодня у нас на обзоре довольно необычный английский токарный станок компании Cromwell S800MK3. Также его называли супер точным, так как он использовался в инструментальных цехах производителями приборов, калибров и оптического оборудования. Станок появился на рынке в 1946 году по очень дорогой цене 448 фунтов. Для понимания, за эти деньги в те времена можно было купить неплохой дом для всей семьи. Даже известный всем MyFord ML7 тогда стоил всего лишь 46 фунтов стерлинга. Но это еще не все. Заказав его, вы должны были ждать его получения более 12 месяцев. Несмотря на это, вы получали станок, созданный из высококачественных материалов с невероятным вниманием к деталям. Седло оснащалось шестью фетровыми очистителями направляющих. Ведущий винт имел на маховике вернирную шкалу. Петли на крышке сменного колеса были изготовлены из бронзы. Даже лицевая панель переключателя заднего хода была из этого материала. Удивительная трата ресурсов и дополнительные расходы для заказчика. Хотя токарный станок и его стойка весили почти полтона, почти в 4 раза больше, чем MyFord. Он не предназначался для тяжелых черновых работ, которые выполнялись на другом токарном станке. А работа передавалась на Cromwell для точной доводки. Тем не менее, в руках любителя при выполнении общих работ он легко превзойдет в этом отношении любой станок эквивалентного размера. Токарный станок начал свою жизнь в 1930-х годах. Как очень редкая сейчас модель МК-1 с плоским ременным приводом. Развился до модели МК-2 с задней передачей и винтовой нарезкой, а также токарного станка с плоским ременным приводом. И стал хорошо известным и высоко ценимым МК-3 С-800 с электронным приводом переменной скорости. Шпиндель станка S-800 приводился в движение электрической системой Ward Leonard, состоящей из трехфазного двигателя, подключенного к генератору постоянного тока, который в свою очередь подавал ток на двигатель постоянного тока, управляемый ранней формой электронного регулируемого привода. В результате обеспечивался бесступенчатый диапазон скоростей с динамическим торможением от 20 до 2000 оборотов в минуту, а также диапазон передаточных чисел от 3 до 290 оборотов в минуту. Оператор управлял скоростью вращения шпинделя с помощью единственного черного пластикового маховика, удобно расположенного на передней поверхности тумбы под передней бабкой. Сегодня, к сожалению, очень мало станков Cromwell с оригинальной электрической системой, поскольку с годами, по мере выхода из строя оригинальных компонентов, на многих из них устанавливались обычные клиноременные контрвалы. Однако теперь, когда появились миниатюрные инверторы фаз с компьютерным управлением и подобные устройства, можно, используя всего лишь один трехфазный двигатель, вместо двигателя постоянного тока полностью восстановить всю функциональность и удивительную простоту оригинальной системы регулирования скорости. Конечный привод шпинделя осуществлялся плоским ремнем, натяжение которого легко и быстро регулировалось винчиванием большой ручки с накаткой, расположенной в лотке для стружки сразу за бабкой. Шпиндель бабки, изготовленный из нитридной закаленной стали, был отшлифован и притерт для обеспечения идеальной чистоты поверхности. Он вращался в плавно регулируемых прецизионных подшипниках скольжения, конического разрезного типа, с внутренними конусами на обоих концах, которые закреплялись конусами на регулировочных гайках. Такой метод конструкции обеспечивал плотное прилегание подшипников к коническому отверстию их корпусов. Шкив шпинделя с плоским ремнем, закрытый от попадания масла и грязи, из заднего редуктора вращался в собственной независимой втулке с шарикоподшипником, что исключало влияние натяжения ремня и вибрации, передаваемые от основного шпинделя. В то время как другие производители прецизионных токарных станков хвастались тем, что заканчивали обработку подшипников шпинделя после того, как бабка была прикручена к станине токарного станка, Компания Evans изменила этот процесс на противоположный. Сначала они обрабатывали посадочные места конических подшипников, затем использовали их в качестве точки отчета для установки бабки на приспособление, которое повторяло крепление станины. После чего обрабатывали литое основание бабки относительно линии шпинделя. Внутренняя поверхность шпинделя имела параллельное сечение 20 мм и короткий 15% конус. Оба шлифовались после сборки токарного станка. Для управления шпинделем использовалось колесо, расположенное на передней части бабки. Оно отключало маленькую шестерню на шпинделе от окружающей втулки с внутренним зацеплением, а также второй поворотный регулятор на верхней части бабки, с помощью которого бронзовые ведущие шестерни вводились в зацеплении с остальными шестернями шпинделя. Станина скопирована с конкурирующей модели Шаублин 102ВМ. Имеет три направляющие. V-образные спереди и сзади для седла и еще одно в центре с плоской верхней частью и скошенными краями, используемыми для размещения передней и задней бабки. Отливка была подвергнута тщательному контролю со стороны мастеров. Сначала грубая обработка, затем выдержка в течение нескольких месяцев для снятия напряжений, точная обработка, закалка и, наконец, шлифовка и ручная отделка. Удивительно, но несмотря на то, что суппорт работал очень плавно, его подающие винты и микрометрические циферблаты были скромного диаметра. Хотя они были снабжены вернирными шкалами, выгравированные на неподвижной внутренней части циферблатного узла. Типично для изобретательности Кромвелл, малая продольная подача имела необычную конструкцию. Поскольку, несмотря на использование обычной V-образной направляющей с планкой увода, вместо фланца основания для крепления верхней отливки использовалась крышка верхней отливки. Очень необычная конструкция. Торцевой фланец каждого перемещения, закрепленный болтами, также выполнен из бронзы. Это был довольно дорогой способ установки подшипника, через который проходит винт подачи. Поперечная подача осуществлялась отдельным валом, расположенным под ведущим винтом и приводящим в движение бронзовый червяк и колесо, в центре которого была сформирована конусная муфта, в которую с помощью бронзовой барашковой гайки на торце фартука вставлялась стальная шестерня, входящая в зацепление с шестерней на винте поперечной подачи. К сожалению, если грани муфты стачивались, то на маленькую барашковую гайку было практически невозможно надавить, чтобы удержать привод в зацеплении. Конструкция коробки была тщательно продумана. Она была выполнена по типу Нортона, чтобы обеспечить довольно широкий диапазон резьб и быстроту работы, но при этом отказаться от обычных открытых пазов в передней части, а также обеспечить работу галтовочной шестерни в масляной ванне. Поворотный диск выбирает 4 скорости скольжения и перемещения, которые могут быть мгновенно включены для каждого положения главного галтовочного барабана. А рычаг, расположенный непосредственно за местом входа винта в коробку, позволяет мгновенно переключаться с тонкой на грубую подачу. Таблица винтовых нарезок с указанием английских и метрических секций была выгравирована на толстой латунной пластине, установленной на внутренней поверхности, открывающейся на петлях крышки от всех косменных колес. Вместо обычной разрезной гайки для фиксации ведущего винта на фартуке были установлены две цельные гайки, расположенные на значительном расстоянии друг от друга и регулируемые относительно друг друга, как в микрометре, для компенсации износа и устранения люфта. Несмотря на упрощение механизмов нарезания винтовой подач, компания Кромвилл не могла не добавить интересные и хорошо продуманные усложнения. Поскольку ходовой винт находился в постоянном зацеплении с кареткой и его было бы трудно вращать обычной рукояткой, со стороны задней бабки были предусмотрены две рукоятки, по одной на каждом конце винта, каждая из которых работала через легко вращающуюся червячно-колесную передачу. На хвостовой части винта был установлен большой циферблат с вернирной шкалой для точной обточки, а на маховике со стороны бабки циферблат меньшего размера. Для привода стандартной поперечной подачи был установлен отдельный ходовой вал. В качестве подона для сбора стружки и основания использовался чугун. Стойка тумбы была оснащена торцами из толстолистовой стали и боковыми панелями из листовой стали. При подъеме реечной крышки инструментального шкафа с правой стороны загоралась лампочка, освещавшая внутреннее пространство. Даже сам подон для инструментов не избежал внимания конструкторов. Каждый ключ и гаечный ключ вставлялся в свое фрезерованное углубление. А при извлечении подона он опускался под углом, чтобы представить его содержимое оператору. Компания Rolls-Royce закупила несколько таких станков для своих инструментальных цехов. И нередко на токарных станках Cromwell можно встретить их лейбл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова